На решение проблемы ушло почти 4 года. Скоро в кранах Узловчан с улицы Дубовской появится горячая вода. На ее отсутствие еще в 2013-м местная жительница пожаловалась на телефон доверия губернатора. Почему так долго решали проблему? Этот вопрос сегодня Алексей Дюмин адресовал главе местной администрации на совещании по обращениям граждан. Николай Терехов рассказал о том, что сейчас решение проблемы вышло на финишную прямую. В районе отремонтированной сети установлен недостающий элемент в котельной, которая обеспечивает подачу горячей воды. В настоящий момент смонтирован бак-аккумулятор, насосное оборудование нового установлено, смонтирована система автоматизации, осуществлен перемонтаж трубопроводов. Мы находимся в полном комплекте сейчас и 15 февраля у нас стоит контрольный срок завершения пусконаладочных работ. После этого мы выйдем во все адреса, проверим, какого качества подается вода горячая и холодная и уже, так сказать, подытожим данные работы. Надеюсь, после 15 февраля, значит, эта проблема будет сыграть. Конечно. Еще одна коллективная жалоба пришла в адрес главы региона Искиреевска. Люди рассказали о низкой температуре в своих домах. Холодно, по их словам, и в местной школе. По адресам вышли сотрудники местной администрации и регионального министерства ЖКХ. Оказалось, котельные нарушали температурный режим. За это, по словам сотрудника «Энергогазинвеста», компании, которая отвечает за подачу тепла в дома и школу, уже лишен премии начальник котельной. Выговор получил начальник участка. Вы на людях не экономите. Те задолженности и те вещи, которые возникли и остались вам по наследству, меня это не интересует. Меня интересует, значит, состояние наших людей, тем более в зимний период времени года. Значит, это и та температура, которая должна соответствовать определенным нормам и требованиям, она должна быть квартирой. Я вас вот двоих предупреждаю, значит, Руслан Вадимович. Значит, а Алексей Алексеевич Бирилёнов, значит, я вам даю поручение еженедельно контролировать, значит, по этому обращению температурный режим в этих домах. Есть. Продолжение следует...